Привет, ребята! Меня зовут Егорик, и это мой YouTube-канал. На этом канале я буду делать классные эксперименты, видосы, где мы будем разыгрывать деньги. Всё то, что вы любите и любит YouTube. Я надеюсь, ты меня поддержишь, поставишь лайк и подпишешься на канал. Жду твоей поддержки. Надеюсь, по картинке и по названию ты понял, что сегодня будет происходить. Мы берём два стакана, заполняем их водой, замораживаем. Получается два куска льда. А в каждый стаканчик мы засунем по бумажке. На одной из бумажек будет крестик, а на другой — галочка. Если у тебя выпадает галочка, ты победил! У тебя тысяча долларов. А если крестик, то... Ну и основная идея ролика — кто быстрее раскопит лёд, получит тысячу долларов. Я думаю, нужно приступать, ставить ледышки и начинать их... Я не знаю, что мы придумаем, потому что локация, с которой мы не можем выйти, — это наша квартира. Какие у тебя мысли сразу? Какие у тебя мысли? Что ты будешь делать? Побеждать. Хорошая мысль, кстати. Может быть, тоже побеждать? Надо будет и подумать. Ну что ж, мы специально за два дня до этого поставили в стаканчике наши ледышки, опустили вниз эти колбочки, в которых будут бумажки, чтобы мы определили, кто из нас победил. И уже два дня они у нас в холодильнике. Мне даже интересно, вообще они заморозились или, может, и они не заморозились. Конечно. О, да! Вот он! А-а-а! 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 Блин, ну холодно, капец! А-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а-а-а! Я выбираю эту. Она ближе ко мне стояла. Короче, ты вот эту выбираешь? Да. А я выбираю эту. Надеюсь, она счастливая, счастливая. Как только начался старт игры, я подумал, а действительно, чем можно растопить лед очень быстро и эффективно? Первое, что мне пришло в голову, это, конечно же, кипяток. Что я и начал делать? Я пойду горячей воды, в принципе. Я решила выбрать фен, потому что кипяток занял Егор, повторяться нельзя. Просто на самом деле, возможно, даже он быстрее все растопит, но у него будет фиговая капсула. Возможно, мне вообще ничего не надо делать и просто ждать. Ждем максимум, пока вода максимально будет горячей. А, уже горячая. Ай, нет, 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 нет. Я слышу пузырь, я слышу, как она... Как будто лед трескается постоянно. Это плохая идея, потому что вода просто выливается. Все, что я мог придумать. Пока я делаю это, буду думать, потому что в любом случае лишним не будет. Идем дальше, двигаемся быстрее, чем Егор. Он все разлил, у него ничего не выходит. Но у меня уже немножко, на самом деле, у меня уже ледышка нормально так растаяла. Все, я побеждаю. Он тает просто на глазах. Блин, мне нужна новая стратегия, мне нужно что-то подумать. Кстати, у него больше уже растаяло, чем у меня. Ребят, смотрите, как у меня уже растаяло. У меня уже появились какие-то даже эти дырочки, такие места, где уже совсем глубоко прям нашло. Что делать? Ну, послушай, я смотрю, у тебя уже... У тебя не так жестко, как у меня, хотя ты феном уже минуты две хера. Ну, да, у меня плохо их дела идут. Я надеюсь, что просто у меня нужная капсула, а у тебя фиговая. Знаешь, что я поняла, когда сушила, что на такую капсулу попадает тепло от моего фена? Мне кажется, надо по краям греть, а не вот тут вверх. Должно что-то принести. Ну что ж, мой чайник уже на походе. Горячим, сильным кипятком. Мне кажется, он сразу половину просто, половину льда растопит. Я уже отчаялась трошечки. Что-то у Яны ничего не получается. Ну, потому что ты занял самую правильную позицию, а повторяться нельзя. Что мне оставалось делать? Я могу просто держать его в руках. Ну, смотри, смотри, у тебя всегда остается вариант просто ждать. Ну, ладно, я пошел за чайником. Ну что ж, мой чайник уже закипел. А это значит, что я очень близко к победе. Маленький дед из чайника. Я заливаю кипяток в мою ледышку. Вы слышите, он стрикает. Я слышу, как он шкварчит, трескается постоянно. Я всего лишь чуть-чуть чайника залил. У-у-у, Яночка. А, кто-то победит. Что случилось? Треснул стакан. Треснул стакан? А, тут получилась такая ситуация. У меня треснул стакан. Я совершенно не ожидал, что треснет стакан. Подумал, это же логично. Ведь я сделал слишком резкий перепад температуры. Стекло ведь не железное. Был лед, а я залил туда кипяток. Понятно, почему оно треснуло. Ну ладно, ничего страшного. Стакан у нас есть. Зато у меня треснул стакан. И это не значит, что плохо. Потому что моя капсула уже почти растоплена. Ой. А вот стекло надо унести, чтобы у меня кипяток. На самом деле, на самом деле, мне... У меня уже тоже он отскоблился от краев. У меня то же самое. Ооо, получается мы на равных условиях. Сейчас мы с Яной почти на равных условиях. И наши капсулы уже почти видны, в которых бумажка. Осталось совсем чуть-чуть. И тут... Все реши. Скорость. Нет, ты куда лезь прямо на пол? У тебя сейчас все отскорбится. Давай, Кобс. У него уже вылез. Она у него уже вылезла. Нет. У меня очень замерзли руки. Они просто ледяные, все мокрые. Я просто разобью ее. Все, я просто разбиваю. Все, все, я вижу бумажку. Я ее нашла. Но, блин. В общем, я нашла бумажку, но я не рада, как вы видите, потому что здесь, конечно, не видно, что здесь был красный крестик, но вся бумажка розовая. Значит, что тут был красный крест. А это значит, что я проиграла. Да ладно, Янка, ничего не расстраивайся. Но тебе еще нужно дотопить свой лед. Ооо, все, есть. Есть капсула. Смотрите, у него прям прям кипяток раздавил. Ну что ж, дорогие друзья, я открываю капсулу. И, конечно же, в этой капсуле бумажка с зеленой галочкой. Тут ее, конечно, плохо видно, но видно, что это галочка. А это значит, что я победил и выиграл косарь баксов. Яночка, тащи бабки и считываю. Да, здесь ровно. Здесь ровно косарь баксов. Ну что, Яночка, каково это чувство тебя проиграв? Нормально, потому что... Потому что мы живем вместе, и все эти бабки все равно пойдут. Да, мы живем вместе, но деньги, которые я выиграл, я все равно потрачу на себя. Например, куплю себе там приставку, или куплю там удочку на рыбалку ходить. Хоть я никогда не был на рыбалке, но удочку можно купить. Ну что же, видео подошло к концу. С вами был Егорик, Яно. Надеюсь, вам оно понравилось, и вы поставите лайк, и, может, тоже подпишитесь на канал, чего бы я очень хотел. Все, до следующего выпуска. Он будет еще круче! Он будет еще круче и очень-очень скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok